Одна из целей проведения двухдневного обучения поведения на водоемах заключается прежде всего в том, чтобы люди смогли или обновить, или получить самых азов навыки, как себя вести, если человек провалился под лед. К сожалению, сама природа нам печально намекает о такой необходимости. В этом году уже зафиксирован один погибший, который провалился под лед на зимней рыбалке. К слову сказать, именно рыбаки являются теми, кого спасатели вынуждены чаще всего снимать с отколовшейся льдины или вытаскивать из-подо льда. Именно сейчас это то время, когда начинает вроде как лед толстый, но он подтаивать начинает. То есть, как мы сегодня видим, достаточно много людей на льду, занимаются рыбалкой, неизбежно какие-то инциденты случаются. Зачастую именно легкомысленное поведение людей, которые выходя на лед полагают, что с ними ничего не случится, может привести к трагическим последствиям. Не имеющий достаточных навыков человек, который провалился под лед, может начать паниковать, что еще только усугубит его положение, вплоть до самого печального исхода. А между тем, первое правило, если человек провалился под лед, ни в коем случае не паниковать. Двухдневный инструктаж не случайно проводился именно в Хаберсте, поскольку на территории этого района находится несколько внутренних озер и прудов, и каждый год на замерзших водоемах происходят несчастные случаи. У нас как минимум два водоема, которые доставляют нам очень много хлопот именно в зимнее время. Это, например, наш пруд, где наши дети постоянно пробуют толщину льда. К сожалению, мы знаем, история доказывает, что такие шалости на льду приводят к трагедиям. И второе место – это наше озеро Харкук. Это излюбленное место, где ходят наши рыбаки. К сожалению, даже взрослые люди не всегда могут оценить опасность выхода на лед. Впрочем, такие занятия полезны не только рыбакам, но и тем, кто любит прогулку по льду, например, на коньках. Чтобы узнать, как выходить, когда ты упадешь в воду, потому что я на коньках очень много катаюсь тут на Харкук озера. Это надо знать, это очень важно. Правила поведения на водоемах как никогда актуальны, особенно в конце февраля, начале марта, когда лед становится с каждым днем все тоньше и тоньше. И, быть может, как раз вот такие занятия по обновлению навыка поведения на льду помогут спасти чью-то жизнь. Значит, это необходимо. Сергей Овченков, Яна Каракач, Новости Таллина.